АРМ СПОРТ В РЦ «Спорта 50 лет победы» стартует очередной, уже 21-й по счету, чемпионат Республики по армрестлингу. Я с большим удовольствием представляю вам наших гостей. У нас сегодня в студии президент Федерации армспорта Республики Саха-Якутия Алексей Арзамазов, а также мастер спорта по армрестлингу, чемпион Дальневосточного федерального округа и Приморского края, многократный победитель и призер всероссийских соревнований по армрестлингу Антон Кананович и Матвей Семенов, кандидат мастера спорта по армрестлингу, чемпион Дальневосточного федерального округа, многократный чемпион Республики и старший тренер сборной команды Республики. Ну что ж, добрый вечер. Добрый вечер. Ну и первый вопрос, конечно же, к товарищу президенту Федерации. Уже завтра старт главного республиканского старта соревнования по армспорту. Как прошла подготовка и что нам ждать от этого турнира? В этом году, скажем, сезона 2016-2017 подготовка прошла намного более такая продуктивная, чем в прошлом году. У нас, значит, после прошлогодней Республики с декабря начались выездные соревнования, выиграли, съездили на чемпионат Приморского края, заняли там три золота, два серебра, общекомандная первая забрали, съездили в Челябинск, съездили в Новосибирскую область. В общем, везде чемпионами стали. Конечно же, можно с уверенностью сказать, что эти чемпионы, они вырастают именно на наших домашних чемпионатах. Да, конечно. И вот что касается, кстати, количества и географии участников, какой аншлаг ожидается завтра? На чемпионате Республики у нас в основном это, большую часть, конечно, составляют жители Якутска все-таки, да, и ближлежащих поселков, ну, Луцев из-за того, что переправа немножко у нас своеобразная, то с той стороны как бы не могут сейчас приехать. А так у нас мирный, Айхал, удачный, ну и все ближлежащие, там, Житай, Марха, Маган, это постоянные такие завсегдатые чемпионаты, у которых свои чемпионы стабильно всегда есть. Ну, то есть, несмотря на некоторые трудности с транспортной логистикой, завтра ожидаем много участников? Да, я думаю, ну, по крайней мере, в районе 70 участников будет в любом случае. Ну, 70 человек, это впечатляющая цифра, по моему мнению. У нас, вот как я уже сказал, да, в студии Антон Кононович, завтра вы тоже будете участвовать? Я завтра буду помогать судить. А, помогать судить, да. Ну, мы знаем, что вы недавно прилетели с Санкт-Петербурга, где приняли участие во всероссийском мастерском турнире Кубок Балтики. Очень престижное такое большое соревнование, да, и вы заняли бронзовую, завоевали бронзовую медаль. Вот давайте поговорим об этом соревновании. Как проходил турнир вообще, какие впечатления остались у вас? Ну, турнир вообще сложный. Я туда езжу второй раз, первый раз у меня тоже была бронза. Ну, спортсменов было очень много, в общем, там около 120-130 участников, по-моему, было. Ну, и тоже приезжих было очень много. С Дальнего Востока, кстати, приехали, с Владивостока, парни молодцы тоже. Мы с ними в команды ходили. И, ну, соседи, с Краснодара, ну, очень много народу было. Ну, давайте подробнее поговорим, да, поэтапно. Вот именно схватка за бронзовую медаль, как она проходила, с кем встретились? Ну, я на левой руке занял второе место. То есть у нас всего 10 участников было. Был чемпионат Европы. Мастера спорта тоже очень много были. Я дошел до финала, но выиграть финал, к сожалению, не получилось. Ну, не хватило, видимо, тренировок. Мало, не дотренировался, наверное. Я на левой занял второе место. И на правой очень тяжело. Все схватки были затяжные. Ну, вот до полуфинала дошел, занял третье место. И в итоге по очкам третье место. Суммарно, да, то есть по обеим рукам. Отлично. Ну, как опытный человек, большой спортсмен, скажите, где представители какого региона составили самую такую конкуренцию? Традиционно какая команда сильно выступает? Ну, Осетия. Осетия. Хорошо, здорово. Ну, что ж, говорим о результатах наших спортсменов. Да, и говорим то, что чемпионат у нас действительно развивается. И этот чемпионат воспитывает больших спортсменов. Что касается общего уровня армспорта в нашем регионе, в нашей республике. Пожалуйста, Алексей. Какова перспектива развития и вообще остановления данного движения в нашей республике? Ну, судя по количеству участников с каждым годом, которые увеличиваются, да. По количеству соревнований, то есть мы проводим минимум 12 соревнований, скажем, за год, да. Плюс проводим спартакиады. Вот недавно прошла спартакиада всероссийских студенческих отрядов спартакиада, где наши ребята тоже хорошо выступили, заняли третье место, ну, дальневосточники. То есть, ну, если судить по всем этим вещам, то у нас очень даже неплохо все это дело развивается. Ну, очень хорошо. Да, мы знаем то, что помимо студентов и так далее, да, ваша федерация активно сотрудничает, ну, помогает людям с проблемами со здоровьем, а именно инвалидам проводят соревнования. Да, ребята, ну, скажем так, которые адаптивники, да, они очень хорошо выступают. У нас Василий Нижегородов, Семен Халыев. Это в этом году заняли на чемпионате России первые места. Семен Халыев не так давно стал чемпионом мира. Да, то есть, ну, у них очень хорошие результаты, то есть, даже выше, чем, скажем так, условно, у здоровых людей. Хотя, ну, потому что они и тренируются немножко с большей отдачей, я всегда так считаю. Ну, у них это как бы вообще такое, они фанаты самые настоящие. Ну, это только радует. А сейчас, Алексей, давайте продемонстрируем нашим телезрителям, вот, вообще поэтапно, да, как проходит схватка. Вот, с чего начинается любая схватка в армрестлинге? Вот, для того, чтобы сразу поставить, скажем, точки над «и», я хочу, чтобы все всегда знали, что армрестлинг – это не силовой вид спорта, а больше это силовое единоборство, да. То есть, поэтому, как во всех единоборствах, когда соперники подходят друг к другу, они в знак уважения всегда приветствуют друг друга. То есть, всегда начинается схватка, пожимание. Как в любом друге единоборстве, да. После этого, значит, они подходят, и судья выставляет захват. Для того, чтобы не было никаких споров, никаких проблем, у стола есть всегда центр, всегда выставляется захват на центре. То есть, чтобы никто, если кто-то перетягивает, мы всегда, судья опытный, всегда подскажет, что нужно сюда. Чтобы не было вот таких вот немножко выгодных для кого-то и невыгодных для кого-то ситуаций, как, например, вот такие загибы, да, чтобы так не начать. Судья тоже все это дело смотрит, все это выставляет, и только после этого дает команду, всегда команда одна – «ready, go». То есть, все. После этого соперники борются. Вот сейчас ребята вам покажут стиль борьбы. Я думаю, Матвей Егорыч прокомментирует это. Давайте я покажу стиль борьбы в крюк. То есть, движение начинается с движения кистей. И закручиваем к себе и уложим. До валика. Да, до валика. Вот. Ну, то есть, решающая роль в этом стиле играет кисть. Да. Больше движения все исходит, начиная с кистей. То есть, некоторые думают, что подлокотники локоть двигать нельзя. А в рамках подлокотника можете любое движение делать. Вот такое движение. Бок. И только не надо отрывать. Не отрывать. И вот. Сейчас я тогда покажу стиль вверх. Да. Так как у меня рука выше. Ему, да. Со мной удобнее бороться ему вверх. Это когда борешься и выходишь именно на руку соперника. Это называется стиль вверх. Тогда у меня теряется захват. Видите? Тут уже пальцы раскрываются. То есть, уже есть существенные преимущества. Да, да. Тут я его чисто на пальцы давлю. Давление все на пальцы. Ну, и вот. Пошел. И движение до валика. И есть просто боковое движение. Вот. Берешь и стоп-бок падаешь. И все равно движение идет больше. Все работает. Да. Вот мы говорили о том, что как правильно расположить спортсменов. Да, руки и так далее. А что, если вот один из спортсменов никак не хочет вот слушаться? Для этого существуют, скажем так, воспитательные меры. Да. Судья, если в течение 10 секунд спортсмен его не слушает или как-то пререкается, ему сперва дается замечание. Потом дается второе замечание. Если два замечания у спортсмена есть, ему дается, значит, фол. Если он набирает два фола, он уже автоматически проигрывает. То есть техническое поражение. Но бывает так, что соперники не могут выставить обоюдный захват. Тогда судья после 10-15 секунд имеет право на такое действие, как судейский захват. Судейский захват, если мы говорим, вот сейчас я его покажу. Если мы говорим, что перед этим, ну, обычный захват, да, это они берут, я их выставляю там, то при судейском захвате все намного проще. Здесь судья руководит действиями. Если только любое движение у спортсменов происходит, сразу дается фол. Сразу же, без всяких замечаний. То есть я, да, вообще хоть что. Даже если он слово начнет говорить. Я закрываю сперва одного соперника. Закрываю второго. Ничего уже, нет слов. Рэдди. Сразу же отпускает борьба и идет моментально. То есть это довольно-таки сложная. Тонкий момент, да. Тонкий момент, да. Лучше до него не доводить. Ну, хорошо, ну, посмотрели, да, мы, как проводится борьба. Давайте вернемся к нашим местам. Ну, что ж, дорогие телезрители, завтра все в таком роде будет проходить. Напоминаем вам о том, что завтра во дворце спорта 50 лет победы будет чемпионат. Уже 21 по счету чемпионат республики по арм-рестлингу. Именно о нем мы сегодня и говорим. Начнется соревнование у нас в 11.00. Открытие будет с 10.30. Ожидается большое количество участников. И, конечно же, я не могу не спросить о том, может ли наш телезритель завтра заявиться и принять участие в Матвееве, вот как вы считаете? Да, любой живающий, достигший 18 лет, может участвовать в наших соревнованиях. Какие еще? Ну, самое главное, паспорт и страховка. То есть при наличии паспорта, страховки, можно спокойно подойти и участвовать? Конечно. Очень хорошо, надеемся. Спортивная форма, обязательно. Спортивная форма, само собой. Очень хорошо. Ладно, а вот мы знаем то, что наша команда, сборная республики, часто выезжает на различные всероссийские соревнования. Вот, Матвей, что из себя представляет наша команда? Кто в нее входит и как мы выступаем? Ну, вот наш лидер Антон. И еще у нас Алексей выступает, постоянно ездит. И есть очень хорошие ребята, Артур Сердюк. Он, кстати, тренирует в кадетском корпусе. Икши. Да. И вот все живающие ребята ходят, тренируются. У нас, благо, сейчас в Якутске есть тренажерные залы оснащены, я считаю, очень хорошо. Но специфически армрестлинг тренируется в спарте и в статике. Ну, и в кадетском корпусе. Вот, те ребята, которые вот постоянно ходят в тренажерные залы, они очень быстро набирают форму. И я считаю, что вот для армрестлинга надо именно вот желание человека заниматься этим. Хорошо. Ну, как оказалось, у нас сегодня в гостях была сборная практически республики. Да, мы очень рады, что вы нашли время, посетили нашу студию. Завтра обязательно приходите во дворец спорта. Увидимся после короткой рекламы. Мы вернулись после небольшой рекламной паузы. И во втором блоке мы будем говорить о футболе, а если быть точнее, о мини-футболе. Ведь у нас сейчас идет, уже вовсю идет, опять-таки под сводами дворца спорта 50 лет победы, традиционное соревнование на кубок главы города Якутска по мини-футболу. И у нас сегодня главный судья в гостях, представляю вам, это Анатолий Михайлович Самков. Анатолий, добрый вечер. Ну что ж, вовсю идет у нас турнир. Как я знаю, завтра уже будет стадия четверчинала, да, если я не ошибаюсь. Да, завтра будут четверчиналы, четверчиналы. Как проходит соревнование, как себя проявляют команды? Ну, наши соревнования начались две недели тому назад. В спортивном комплексе «Дюша-4» предварительные игры, а финальные игры будут проходить 50 лет победы. В соревнованиях участвуют 44 команды до... Это первый такой масштабный турнир, где все желающие команды заявились на кубок главы города Якутска. Команды играют по олимпийской системе, проиграл, выбываешь. Но предварительные игры прошли без сенсаций. Все команды, лидеры мини-футбола, «Де Юра», «Союза-Алта», «Ирбис», «Университет», «Зарядью-Ша-4» прошли в следующий круг. Но была небольшая сенсация. Так получилось, что в предварительных играх встретились команды «Де Юра» и «Якутия-Молодежная», где упорная борьба была. Закончилось три счета в основное время. И потом по пенальти били много пенальти. Но «Де Юра» оказалась более опытная, мастеровитая и прошла в следующий круг. А «Якутия-Молодежка» вылетела. Это единственная сенсация такая была, чтобы две сильные команды встретились на предварительном этапе. Остальные команды прошли в следующий круг. И завтра начинаются четвертьфиналы, где... Самая интересная пара какая была? Ну, вот, самая интересная пара, это коммунальщик «Де Юра» снова. Где вот две сильные команды, как и одна из ведущих команд мини-футбола города Якутска, встречаются в четвертьфинале. А так, остальные получилось по сетке. Были разбросаны все сильнейшие команды. В этом туре не встречаются. Потом где-то в полуфинале... Там будут сходить... В полуфинале есть такая вероятность, что встретятся Ирбис и Сайдзавта. Так что будут в воскресенье очень интересные игры. Ну, да, действительно, и в воскресенье, да и вообще за все оставшееся время, да, в оставшиеся туры нас ждут очень интересные игры. Анатолий Михайлович, вот мы знаем то, что кубок главы, да, города Якутска по мини-футболу, это традиционно, ставший уже доброй традицией состязания в мире якутского футбола. Проводится оно с 2008 года, как я помню. Да, да. То есть уже давно проводится. И как вы думаете, какова значимость этого турнира для жизни якутского футбола? Ну, вообще-то, если взять первые турниры, ну, многие команды не придавали значение этому турниру. Участвовало 8-10 команд. А сейчас только начинается сезон зимний, у нас 44 команды. Есть разница, да. В прошлом было 40 команд. Ну, в прошлом, да, в прошлом. А сейчас вот на 4 команды. И появился ряд новых команд, которые до этого не участвовали ни в городских соревнованиях по мини-футболу, и на кубок главы. Так что прогресс в мини-футболе в городе, я думаю, что в этом году по 4 лигам будет играть около 100 команд. Это огромнейший результат работы футбольного союза города Якутска и управления спортом города Якутска. Ну, можно с уверенностью сказать, что в Якутии у нас любят, очень любят мини-футбол, очень ценят его традиции и обычаи. Ну, после кубка главы города Якутска нас ждет не менее интересное тоже спортивное состязание на кубок Министерства среди молодежи, да? Да. Вот, давай поговорим про это соревнование, но прежде чем подробно обсуждать о нем, давайте посмотрим небольшой материал, который мы подготовили специально для вас, дорогие телезрители. Внимание на экран. Бороться за медали главного мини-футбольного старта среди молодежи на паркете Дворца спорта собралось 17 команд, представляющих различные районы и образовательные учреждения республики. Как и ожидалось, в финальной игре встретились явные фавориты турнира. Обладатель Кубка Министерства Северо-Восточный Федеральный Университет имени Максима Кировича Амосова и триумфатор недавно прошедшего Кубка Мэра команда Якутска. К решающему матчу студенты подошли в отличном расположении духа, ведь их коллектив выиграл все предыдущие игры, пропустив при этом всего один мяч. Финальную встречу университет также начал более чем убедительно, организовав в первом периоде четыре взятия в ворот. Во второй 20-ти минутке сценарий игры не изменился. СФУ продолжил владеть игровым преимуществом, впоследствии чего забил еще пять голов. Команда Якутска ответила на эту голевую феерию одним результативным ударом. Дружина студентов второй год подряд берет главный трофей турнира. Таким получился Кубок Министерства среди молодежи в прошлом году. Как будут развиваться события в этом 2017-м, мы уже узнаем 9-го по 12-е ноября. Ну что ж, Анатолий Михайлович, говоря об этом соревновании, мы знаем то, что недавно, относительно недавно, если я не путаю, были внесены изменения в возрастных группах. То есть, если же раньше привлекались, допускались соревнования молодые люди по старшему возрасту, вот недавно, как я помню, сократили, да? Да, да, да. И как это сказалось на самом соревновании, по вашему мнению? Не, ну вообще-то мы видели много молодых ребят, которые вот приехали, чуропча. Никогда, ну на республиканатских и юношеских соревнованиях, а тут выходит неплохая команда играть, да. И главное, если меня память не изменяет, город Якутск Чуропче прииграл, да, в предварительных соревнованиях, а потом взялся за ум и дошел до финала, да. И вы мне к соль на рану, как говорят, вот это поражение показали, да. Ну, мы видели много хороших ребят, и Олег Михайлович после этого Кубка Министерства спорта пригласил команду. И сейчас вот они готовятся на выезды, тренируются с командой. Так что мы видим плоды вот этого Кубка. Общего труда, да? Да, что есть и у Луса хорошие ребята. И они подтягиваются к команде «Заря». Так что только надо приветствовать такое соревнование. Я думаю, что в этом году. Ну, если брать прошлогодний турнир, там оказались более опытные ребята. 96-го, 97-го играли, а сборная города играла и 99-го, и 98-го. Это все возраст, опыт сказывается на таких серьезных соревнованиях. Ну, в этом году многие ребята с университета не смогут играть, потому что будет другой возраст. Я думаю, что город Якутск подготовится достойно, если получится сыграть с университетом в финале. В финале. Это, я думаю, очень интересно будет посмотреть на новых ребят, да? И, возможно, они тоже окажутся в конечном итоге в составе «Столичной зари», да? Да, да. Хорошо. Ну и продолжая тему, про мини-футбол, да, мы говорим, в частности. Вот в нашей республике, на каком уровне вообще он находится, по вашему мнению? Мы знаем, что есть регулярные соревнования, вот аж 4 лиги, да, у нас регулярные соревнования идут. Ну, также стоит отметить, что у нас есть регулярные соревнования среди детских команд, что это очень важно. Вот давайте поговорим про регулярное детское первенство. Ну, у нас по 4 возрастам играют. Это 5-й, 6-й, 7-й год, 8-й и 9-й, 10-й. Вы представляете, мальчики 7 лет играют. Я бы хотел на будущее, чтобы наша редакция сняла как-то вот репортаж небольшой, вот с этих детских соревнований, когда маленькие первый год занимаются и вот хотят стараться такой азарт, чтобы забить гол. Эти соревнования у нас проходят в округе. У каждой группы играет по 8-10 команд. Это за зимний период, это получается 16-18 игр. Да, по субботам, воскресенье эти соревнования проходят в спортивном комплексе Доксунда. Так что большой опыт для таких мальчиков, большое подспорье. Тренировка, тренировка, да, а календарные соревнования республиканские, да, не каждый день. А эти соревнования начались в середине октября и закончатся в мае, да. Ну, как говорится, лучшая тренировка это соревнования. Да, соревнования. И стоит отметить, да, то, что для наших телезрителей бывает иногда соревнования, которые проходят на протяжении одного или двух дней, да. Ребята пришли, поиграли и разошлись. А вот когда регулярная, вот это же как-то очень благополучно же определенно сказывается на ребятах. Вот какой прогресс наблюдается? Вот наша детская лига там второй раз идет, да? Я вот, да, нет, она и раньше была. И раньше была. Это вот более так на высокий уровень подняли. Раньше мини-футбол играли чисто, а сейчас играем 7 на 7, да. Ну вот, благодаря вот этой, которой мы запустили лигу, допустим, Ивочкин поехал на Дальний Восток. Восьмой год, занял третье место. Мы поехали в Анапу, восьмой-седьмой год. Там очень сильные команды были. Заняли восьмое-девятое место. Пусть не призеры, но мы увидели, как Краснодар футбольная школа играет. Как Ростов ребята приехали. Там очень много хороших футбольных школ. Мы увидели, да. Так как увидели восьмой год четыре команды Краснодара. Первый, второй. И как они играют. Ну мы отстаем от них. Но вот благодаря вот этой лиге будем подтягиваться. Потому что получаем игровую практику. А получаем игровую практику, значит мы прогрессируем. Без игровой практики никогда спортсмен не вырастет в хорошего футболиста. Ну да, в любом регионе, конечно же, очень важно уделять большое внимание развитию именно маленьких футболистов. Ну что ж, вернемся к нашим главным событиям, да, Анатолий Михайлович. Собственно, эти маленькие ребята будут играть на этих соревнованиях. И в скором времени они уже будут играть на кубке главы города и на призы Министерства спорта. Завтра вот четверть финала. Во сколько начинается, как я понял, на паркете детско-юношеской спортивной школы номер 4? Во сколько начинается какая программа? В 9 часов начинается, да. И заканчивается в 5 часов. Пожалуйста, уважаемые друзья, проходите, болейте. Переживайте. Много интересных команд. Поддержите их. Есть в городе, который их любит, тоже Барс, тоже Ирбис, да. В каждой команде есть свои болельщики, да. А послезавтра, в воскресенье, начало соревнований в 10 часов, там пойдут четверо и полуфиналы будут. А там вообще будет очень серьезный футбол. И в понедельник у нас финал. Да, в понедельник 50 лет победы, начало в 10-30, после будет награждение, и награждение будет чемпионата города по летнему футболу. Хорошо. Анатолий Михайлович, спасибо большое, что нашли время и посетили нашу студию. Сможет ли защитить команда детско-юношеской спортивной школы номер 4 свой титул, узнаем уже в скором времени. Ну а мы прерваемся на короткую рекламу. Смотрите футбол, любите футбол, не переключайтесь. До свидания. С вами снова спортклуб в студии Власти Сергеев. В заключительном, о третьем блоке нашего сегодняшнего эфира мы будем говорить про скалолазание. Тем более у нас есть очень приятный и важный информационный повод. Я рад вам представить наших гостей. Это у нас, конечно же, главный виновник торжества, скажем, Антон Павлов. Он недавно принял участие в открытом первенстве города Иркутска по скалолазанию и занял первое место в дисциплине «Сложность». А также у нас в студии сегодня в гостях главный секретарь республиканских соревнований по скалолазанию Григорий Дегтярев. Добрый вечер, ребята. Ну что ж, давайте говорить об этом очень интересном движении, которое продолжает у нас развиваться в Якутии. Антон, хороший показатель, да? Поздравляем тебя с успехом. Расскажи, как вообще проходили соревнования и вообще что думаешь про этот открытый чемпионат, открытое первенство города Иркутск? У нас соревнования проводились в качестве свободного лазания. Открытый финал был, ну все открытое было у нас. Все смотрели то, как лазает. А, ну я помню то, что на чемпионатах Якутска там действительно запрещалось наблюдать за выступлением другого спортсмена, а там можно было, да? И как это помогло? Ну, не так уж помогло, конечно. Там 11 трасс было. 11. Ага, и все, из 11 трасс все пройти, конечно, можно было, но сложно было, конечно. Хорошо, давай, Антон, я тебе предлагаю объяснить для наших телезрителей, да, подробнее про дисциплину, да, сложность. Например, наши дорогие телезрители имеют, наверное, представление, что такое скорость, ну тут предельно все ясно, да? Да, дается старт, идем до топа, и кто быстрее, тот и победил. А что же касается сложности, в чем, собственно? В сложности есть трасса, определенная трасса с отцепами, и там надо пройти его, ну пройти, там есть определенные оттяжки, и там щелкиваешься, и страховка уже твоя готова, считай. Ну в итоге побеждает тот спортсмен, у которого больше всего оттяжек, да, как я понимаю? Не то, что оттяжек, там есть определенные оттяжки, которые есть, бонусы. Щелкнулся, у нас в Иркутске было с каждого бонуса 50 баллов. Ага, ну то есть все суммируется, да? Да, все суммируется. И за 11 раз бонусов надо собирать или топов. Так было. Ну а вообще, как ты думаешь, тебе удалось продемонстрировать все, что ты хотел? Как оценишь свое выступление? Доволен? Да, доволен. Да, конечно же, золотая медаль об этом говорит, да? Ну да. Григорий, вот как, вообще, насколько это важное событие в жизни якутского скалолазания вообще? Как оцените вот успех, Антон? Это, на самом деле, очень-очень круто, потому что это, считай, наши первые результаты большие. Выезды за пределы республики. И я думаю, что это очень важный опыт в развитии вообще скалолазания в Якутии. Да, действительно, я знаю то, что раньше были вылеты на Дальний Восток, да? Действительно, с такого вот масштабного соревнования у нас первый чемпион, и им стал именно Антон Павлов. А вот я знаю то, что вы прекрасно знакомы с возможностями Антона, да? Вот как о спортсмене о нем, какие перспективы, по вашему мнению, у новоиспеченного чемпиона? Ну, давайте сравним, наверное, то, что было до этого, например, год назад или до этого еще. Видно то, что большой прогресс, и я надеюсь, что он будет продолжать тренироваться и достигнет еще больших высот. Ну, сегодня ты у нас чемпион больших соревнований. Давай немножко из истории, да? Как ты пришел в мир скалолазания? Как это случилось? Это, можно сказать, я выпускник второй школы. И во время 11 класса у нас, во время урока физкультуры проводились по скалолазанию уроки. Да, потому что имеется скалодром, да? Ну, да. И нам сказали о том, что есть секси, о том, что ученики второй школы ходят бесплатно. Я заинтересовался. Не то, что там из-за того, что бесплатно, а из-за того, что я могу идти вверх. И там то, что свобода есть. Ну, то есть все началось с урока физкультуры, а там пошло-поехало, да? А раньше, до скалолазания, какими видами спорта, ну и видами физической активности занимался? Да, занимался. Какими именно? Там много было. Много? Ага. Но лазать, видимо, ты любил с детства, да? Ну, вроде да. По гаражам. По гаражам, по дереву, да. Да, отлично. Ну что ж, мы знаем то, что у нас будет скоро первенство, да? Да, это уже завтра и послезавтра. А уже завтра и послезавтра. И там приглашаются все самые юные любители. Самые юные любители. Это от 2000 по 2007 год рождения. У нас по заявке уже около 100 участников намечается. И по двум дисциплинам. Трудность и скорость. Трудность и скорость. Вот просто впечатляющие цифры. И все это будет проходить у нас завтра во второй школе. Да. Я приглашаю зрителей завтра подойти к нам, тоже посмотреть, поболеть. И принимать участие. Ну, участие, я думаю, там нужны будут справки, медсправки и страховка обязательно. Завтра, то есть, возникнут трудности, да, если человек захочет. Ну, можно, я думаю, успеть выступить на скорость в воскресенье, которое состоится. Хорошо. Вот мы заговорили о дисциплинах, да, Антон? Вот у тебя победа в дисциплине сложности. У каждого скалолаза, наверное, есть какие-то предпочтения, да, скорость или болдеринг. У тебя как с этим? У меня троеборья больше. Все трое нравятся. Но больше всего, я думаю, по мне лучше скорость. Я в детстве любил бегать, и до сих пор люблю. Если в детстве бегал по горизонтали, да, сейчас уже вверх, да? Движение только вверх, и это очень здорово, хорошо. Мы знаем то, что на чемпионате города, да, у тебя была победа в дисциплине скорость. Да, была. Ну, то есть, действительно, очень многогранный спортсмен, да, и скорость есть победа, и сложность. Ты, помню, начинал, конечно же, тогда с первенства в Якутске. Или ты сразу начал выступать среди взрослых спортсменов? Нет, у нас школьные были соревнования. Школьные. То есть, суть состязаний ты познал в школе, а потом начал участвовать во взрослых, да? Да, получается так. А вот среди ваших товарищей, Олег Зверев, Елена Цой, я знаю, что это такое сообщество, такое теплое братское сообщество, да? Какая атмосфера внутри вообще между соревнованиями? Как поддерживаете связь, советуетесь, может? Да, советуемся, общаемся. Ну, говорим, как надо проходить, надо технику обрабатывать, там, все об этом говорим. Ну, каждый советует, помогает друг другу, да? Да, помогает. А вне тренировочного процесса как-то вместе время проводите? Иногда, получается, да. Очень часто, просто у нас еще разница в возрасте, у нас студент, а, как сказать, еще многие занимаются, те, которые работают, после работы приходим, занимаемся, да, мы очень вечером после работы отдыхаем, занимаясь, тренируясь одновременно, отдыхаем, много общаемся, делимся своими впечатлениями и своим опытом, потому что у нас у каждого опыт тоже, на самом деле, маленький, но ничего, мы стараемся. Все друг друга подтягивают, да, помогают, чем могут. Хорошо, мы знаем то, что у нас есть федерация, и она, как бы, зарегистрирована же, да, в реестре? Да, официально зарегистрирована в федерации альпинизма и скалолазной республики Саха-Якутия. Ну, то есть у нас вот это развитие идет-идет, у нас есть регистрация в реестре, то есть все серьезные условия, чтобы развиваться дальше, да? Ну, давайте поговорим о местных соревнованиях, да, я знаю то, что проводятся чемпионаты города Якутска. О календарном плане, сколько раз проводится чемпионат города Якутска, и когда будет чемпионат республики? Так, на следующих выходных будет среди взрослых республиканский чемпионат. Так, у нас потом в январе будет кубок школы, то есть там для детей тоже. Это первенство и для взрослых. Так, после этого у нас в апреле месяце идет соревнование, и очень большое мероприятие для всех, фестиваль экстремальных видов спорта на Иланке. Это уже в августе-сентябре, да? Ну, очень много действительно событий в календарном плане вашей федерации, и планируется ли расширять это с каждым годом, и вообще какие амбиции, какие цели, задачи ставит перед собой федерация? Федерация, ну, знаете, мы бы хотели подготовить таких спортсменов, которые бы участвовали на олимпийских играх, потому что сейчас как раз скалолазание стало олимпийским видом спорта, пошло в олимпийскую программу, и, ну, это педестал. Ну, то есть с прицелом на олимпиаду, да? И, возможно, в скором времени мы Антона увидим на педестале, да, олимпиады, и соберемся в этой студии уже по новому поводу, будем сидеть тут с олимпийской медалей, было бы, конечно же, очень здорово. Ну что ж, мы говорим об участниках, да, которые вот приходят, соревнуются на чемпионатах города и так далее, вот среди взрослых возьмем. Насколько много людей, вот, мы знаем то, что вот есть те, которые постоянно участвуют, да, Олег Зверев, вот, лидеры. На каждых новых соревнованиях много ли вот новых лиц? Да, но хотелось бы еще больше. И пользуясь случаем, я обращаюсь, в первую очередь, к школьникам, подходите к нам в школу, во вторую. У нас работает детская секция, два раза в неделю занимаются, 800 рублей в месяц, и отдельно для первого, и второй смены до обеда и после обеда, соответственно. Ну, заговорили мы о том, где можно заниматься, да, скалолазанием. Давайте вот подробнее обсудим о доступности этого вида спорта. Помимо второй школы, где еще можно вот записаться? Помимо второй школы, ну, в городе Якутске это пока единственный скалодром, еще намечается еще один большой скалодром. Открытие рок-аута. Рок-аута, да. Но пока еще дат определенных нету. Ждем с нетерпением. Антон, вот среди спортсменов есть такая, ну, не то чтобы традиция, да, иногда так бывает, что спортсмен посвящает свою победу кому-либо. Серьезное достижение действительно, Антон. Кому бы ты посвятил золотую медаль открытого чемпионата города Иркутска? Алексею Климентьевичу. Алексею Климентьевичу. За то, что директору второй школы, который создал замечательные условия для занятия именно скалолазанием, да? Очень мило, конечно же. Большое спасибо Алексею Климентьевичу. А подробнее вот о открытии рок-аута, когда она запланирована и будет ли это связано с проведением каких-нибудь соревнований? К сожалению, определенных дат нету, но я надеюсь, что после открытия, естественно, будут там проходить соревнования. Очень здорово. Хорошо. Ну, время у нас, к сожалению, подходит к концу. Антон, давайте напоследок о ваших дальнейших планах спортивных. На следующей неделе соревнования, как сказал Гриша. Ну, я там хочу, наверное, первое место занять. А, то есть на первенстве все-таки выступишь, да? Да, выступлю. И потом следующее соревнование у нас в Хабаровске, Дальний Восток. Туда хочу поехать, полететь, соревноваться. И там тоже занять первое место. Ну, конечно, не скажу, что первое место. Обещать не будем, но будем надеяться. Да. Ну, что ж, Антон и Григорий, надеемся, что данное движение продолжит также активно развиваться. Ну, а время нашего эфира, к сожалению, подошло к концу. Мы с вами прощаемся ровно на одну неделю. Смотрите нас каждую пятницу. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. Будьте здоровы и занимайтесь спортом.